Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь необходимо сказать, что вы находитесь в треугольнике Карпмана. Судя по тому, что вы обидываете, судя по тому, что вы обидываете. Потому что ваша мама, она манипулирует, к сожалению, вами. Ваша мама, она делает все для того, чтобы вы были к ней привязаны. И мне представляется здесь очень важным моментом сказать, что ни одна любовь, ни одна забота не может быть жертвой. То есть вы не можете быть жертвой, вы не можете жертвовать собой ради своей мамы, потому что это противоречит, ну, условно говоря, основному, скажем так, даже может быть не принципу, да, это было бы, наверное, не совсем правильно сказать, именно принципу. Но это противоречит, скажем так, тому, что люди, в частности, ваша мама, делает для вас, то есть если она ради вас и для вас, как бы, жила, если она вам помогала, если она делала, там, условно говоря, какие-то вещи, вот, связанные с, ну, связанные с, тем, что она, как она действует сейчас, как она действует сейчас, она вас посытит, посытит, ее обесценивает, обесценивает то, что, ну, она же сама для вас и дело, по факту. Понимаете? Какая штука. И вот это, наверное, основное, что вам необходимо для себя выделить. Для, ну, для себя. Потому что, в противном случае, в противном случае, ситуация будет складываться так, что вы, с одной стороны, вредите, в этом смысле, себе, вот, и это вступает в прямой противореч в тем, что ваша мама, например, делает или делает для вас. Вот. Потому что жертва, любая жертва, она не может быть кому-либо на пользу. Вот. Это первое. Второе. Обратите внимание на ваш вопрос. Так вы спрашиваете, что делать? А, что делать? Вы перекладываете ответственность здесь, на нас, на психологов, за, к сожалению, за свою жизнь. То есть, вы что делать не знаете сами, да, в этой ситуации? Что делать? Вы не знаете. Вот. Вот. Но, вы хотите, чтобы психолог за вас решил эту проблему. На самом деле, психолог за вас эту проблему, в принципе, не решит. Потому что, это ваша ответственность, это ваша жизнь. Ни в коем случае не наша ответственность и не наша жизнь. И наша цель, наша задача научить вас, научить вас своей жизнью управлять. Наша задача помочь вам стать самостоятельными и независимыми. Сейчас вы находитесь в этом состоянии, сейчас вы находитесь в этом состоянии, в состоянии независимости, в состоянии независимости, понимаете. И очень важно, вот очень важно для вас этот момент понять. Очень важно. Потому что, в противном случае, как бы ничего не выйдет, ничего не получится, ничего не будет. Вот. И, либо вы здесь признаете, что есть такая проблема у вас, да? Проблема, что вы привязаны к маме. И исследуете эту проблему. Потому что, ни один человек, который действительно любит, если бы вы любили свою маму, да? Чистой любовью. Не станет жертвовать собой. Не станет приносить себя в черту. А вы именно это делаете. А это означает, что себя вы не любите. Это в свою очередь. Это в свою очередь. Значит, раз вы не любите себя, значит, вы не можете полностью любить маму. Вы не можете полностью полноценно ее любить. Такие вот дела. Поэтому, да, вам нужно сделать выбор. Вам нужно сделать выбор и, в первую очередь, признать, что существует именно проблема. И разбираться в этой проблеме. К примеру, вы пишите. Ввиду ее здоровья, оставить ее не могу. Это что? Это чувство вины у вас? Это страх за то, что с мамой может, значит, что-то случиться? Вот. Или что? Понимаете? Вот. То есть, в чем конкретно проблема-то заключается, что вы не можете ее оставить. Далее. Вы пишите, что любите, любите ее. Хорошо. Если вы любите, как проявляется ваша любовь? Вы пишите, что устала от скандалов, значит, нужно что-то поменять. Поменять, чтобы мама перестала от скандалов. Для этого нужно изменить ваше поведение, насколько вы готовы его менять, свое поведение. И очень грустно вы пишите. Грустно от чего? Знаете? Вот. Конкретно, от чего вам грустно? Что делать? Пишите вы же, что делать, чтобы что? Какая цель? Я рекомендую вам почитать в интернете про психологическую игру «Сукин сын» и «Скандал». Это две психологические игры, в которые, в принципе, играет ваша мама и в которых участвуете и вы тоже. Но при этом играю еще и в свою игру, которую также желательно бы выявить. Вот. Только после детального анализа вашей ситуации и детального анализа ваших чувств, ваших переживаний, после того, как вы выразите и выясните все чувства, можно будет увидеть, что же вам в этой ситуации делать. Вам, а не нам. Знаете? И с помощью психолога вы сами увидите, как вам действовать дальше. К примеру, у вас, судя по всему, нет мужчины, да, своего, и вы привязаны к дому, к своему, опять же. Устраивает ли вас, хотите ли вы мужчину или нет. Понимаете? То есть, как бы, хотите ли вы встречаться с мужчинами или нет. И что вы готовы, опять же, для этого делать? Почему вы считаете, что ребенок должен быть привязан к своим родителям, так как бы, и жить только ради него? Откуда у вас эта установка и насколько она действительно для вас полезна? Ведь если бы вы ее принимали полностью, ну, наверное, вашего вопроса бы здесь не было. Ну, вот. Так какова же ключевая цель этого вопроса? Какая цель? Вот вы говорите, значит, я не показываю, что у меня на компьютере, у меня там ничего запрещенного нет. Так, просто факт, что ты придумал, ну, дальше следует, у меня никого. А даже если бы было что-то запрещенное, что в этом плохого? Это ваш компьютер, да? То есть, возможно, в первую очередь, речь можно вести об установлении личной границы между вами и вашей мамой. А дальше же у вас появится ресурс для того, чтобы делать что-то для себя и, вместе с тем, для мамы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!